Сегодня был очень сложный день, потому что нам предстояло от ровной работы, я с публикой, которую я ждала, скажем так, как сказать правильно, отыщую легенду найти. Мне кажется, у нас получилось. Мне кажется, что нас публика приняла, все ребята отработали за 100%. Конечно же, не без маленьких бананов, но это не отразило всю суть, как бы, да, то есть он не сломал всю суть. Поэтому «Глубина музыки», написанная Алексеем Галинским, режиссура Стаса Корчевского, установка Никиты Михайлова, мне кажется, с окутности, это получился очень хороший продукт, и сейчас мы планируем объездить с ним весь мир для того, чтобы отмяне всего мира увидели нас и почувствовали частичку дома, когда смотрели этот спектакль. Что вы спросите о вашей роли, да, и насколько на душе Ахтамар? Моя роль, она настолько, она сквозная и насквозь есть спектакль, и я понимаю, что я такая невидимая сила, которая очень нежная, которая очень трепетная, но в то же время очень сильная, являясь судьбой, Ахтамар и Азат. Как вам реакция зрителей? Вы знаете, зрители были сдержаны, но я понимала, что эта сдержанность, она именно потому, что все сидели, стоив дыхание, но в конце, конечно, были потрясающие пульсы. Как я знаю, вы приезжали, уезжали, чтобы лучше познакомиться с легендой, не можете рассказать? Да, я приезжала не один, не два раза, три или четыре приезжала. Мы ходили, мы ездили на озеро Сиван, мы ходили в храм, который прямо вот в горе. Я дышала вашей культурой, потому что это очень интересно. Я смотрела, наблюдала за людьми, видели, везде разные. Я ела местную еду, то есть весь армянский колорит, он был вокруг меня, и он, знаете, я прямо стыдовала его для того, чтобы потом это все из меня вышло на льду во время спектакля. А какие страны планируете жить? Ну, во-первых, нас ждет уже Лос-Анджелес, нас ждет Варшава, нас ждет Европа. Там, где большие диаспоры, туда мы и поедем. Ну, а потом поедем туда, где чуть-чуть поменьше. А в России? И Питер у нас. Да, у нас в марте месяц в Санкт-Петербурге будет. Тоже скоро. Скажите, вы сегодня себя чувствовали как армянка или русская? Я сегодня, знаете, как волновалась? Очень сильно. Я сегодня себя чувствовала частью вашего народа. То есть мне этого очень хотелось. И мне казалось, что я вот слилась с той легендой. Я вернулась в те далекие времена. Потому что и вот начальная вот эта вот музыка-дудук, да, когда я играю. Вы знаете, я не раз слышала ни два, ни десять раз. Но каждый раз, когда я слышу вот этот вот дудук, когда переходит все вот в эту мелодию основную, я вам, честно, у меня все время мурашки. То есть настолько мощная музыка, настолько музыка отражает вот эту боль армянского народа, настолько это все волнительно и трепетно. Но мне кажется, что 99% наверное ощущали то же самое, когда хотелось, знаете, вот просто лететь. Вот лететь. Вот эта музыка, она прямо в голове все время. Все наши движения, все это настолько волнительно, что я сегодня очень переживала, честно, очень. А сейчас? Как чувствуете? А сейчас у меня вот так вот. Ну, потому что сейчас я уже отдыхаю, понимаю, что на сегодня все закончилось. Также я понимаю, для того, чтобы этот спектакль жил, для того, чтобы он становился лучше и лучше, впереди предстоит у вас огромная работа. Разно спасибо. Еще раз так поздравляем. Спасибо вам большое, спасибо, что были с нами.